Добрый день, Лукашенко Евгеньевич, директор по развитию компании ВНЖПС. Ну, в первую очередь хочу поблагодарить руководство города, что нам дали возможность работать в городе, внедрять сюда наши разработки, наши инновации, потому что придумать это хорошо, нужен полигон. И спасибо, что согласились и коллеги наши из коммунальных предприятий, которые действительно давали нам фидбэк, и мы тем самым дорабатывали систему, и теперь мы можем ее делать копи-фаст, как говорится, на другие города, потому что это действительно большая работа и стоит денег. А ребята нам делали это все бесплатно, особенно вот электриканс. Причем, погода говорит, что это будет сделать благодарность. Значит, ну и собственно, руководство города поставило такую задачу, что нужно сделать, чтобы был инструмент, достаточно мощный инструмент для прозрачности и для контроля работы пассажирского транспорта. Мы в свою очередь, потому что, чтобы вы понимали, вот эти GPS-системы, они достаточно закрытые, они не предназначены для массового требителя. Это сугубо диспетчер, руководитель, это контроль и управление. Мы же пошли дальше и решили разработать систему, которая была бы доступна обычным горожанам, и тем самым добавить сервисы. Ну, например, началось с того, что решили вывести информацию на городской портал. Если можно отключить, я, пожалуйста. Потом пошли дальше, используя технологии, значит, на городском портале любой желающий может зайти, может видеть транспорт, зайти в меню, Головна, благоустро и пассажирский транспорт, трекинг, место транспорта. Вот, причем этот трекинг идет в онлайне, значит, отработали систему передачи в онлайн, вывели направление, вывели скорость, маршруты. Вот, значит, это нулевая версия, мы запустили в марте, вчера буквально сегодня есть отзывы, люди интересуются, очень положительные отзывы, все просят добавьте маршруты, да, маршруты будут добавлены, это будет в следующей версии, вот, причем приложение можно дорабатывать постоянно, как идея мы хотим еще сюда внести данные по остановке, человек, который находится на остановке, ему будет время прибытия транспорта непосредственно в телефон. Значит, точно такая же версия работает под операционную систему Android и iOS. По андроиду система уже находится в маркете, вот, значит, а что мы тут имеем, сколько у нас отзывов, 19, ну, пожалуйста, 19 отзывов, вот, да, ну, здесь идут стандартные описания, скриншоты, вот, можно установить сразу на, себе на смартфон, вот, что касается iPost, то приложение сейчас уже тоже находится в маркете, но оно приходит в валидацию, и в ближайшие, ну, может, завтра, не знаю, по времени, оно тоже появится для скачивания пользователя iPhone. Значит,